Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 1525». Перед тем, как изготовить золотого тельца, Израиль уже из уст Господа получил заповедь, исход 20 глава 13 стих «Не убивай». Но в исходе 32-27 Господь Бог Израилев повелевается нам Ливининым убивать каждому брата своего и так далее. Почему же это колено, хотя и сохранившее верность Богу и полное послушание, но имея на руках кровь сродников, стало родом священным? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В Ветхом Завете слово «Не убей» значило справедливость по отношению исполнения закона. И относительно врагов страны они имели повеление убивать. И это не только дозволялось, но и опощрялось, так как режим был земной, наградить – убить по-земному. Теперь же все небесное – отлучить или быть причастником, быть определенным в ад или записанным в книгу жизни. Числа 25 глава 7 по 8 и с 8 по 18 стих. Финиес, сын Илиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянин и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилев. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, «Финиес, сын Илиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилев, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилев в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему, и потомствую по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилев. Имя убитого израильтянина, который убит смодианитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, а имя убитой модианитянки Хазва, она была дочь Цура, начальника Омон-Омофа, племени Модиамского. И сказал Господь Моисею, говоря, «Враждуйтесь с модианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, перестив вас Фегорам и Хазвою, дочерью начальника Модиамского, сестрою своей, убитую в день поражения за Фегора. За богоугодное дело ревности и получили благословение. Но нужно помнить, что если бы они согрешили в делесе, то и тогда Бог не отнял бы обещанной милости. И это верно, ибо Бог не изменит в слове своем». Псалом 88, с 31 по 36 стих. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповеди моим, если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправды их, милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. «Однажды я поклялся святости моею, солгу ли Давиду?» Это же касается колена Ливиина. Второзаконие 10.8. «В то время отделил Господь колено Ливиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и молиться, и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня». Иезекииль 44.15. «А священники из колена Ливиина, сына Садока, которые во время отступления сынов Израилев от меня, постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне и будут предстоять перед лицом моим, чтобы приносить мне туг и кровь», — говорит Господь Бог.